Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Когда сейчас такая ситуация произошла, большинство контрактов стали на стоп. У нас осталось направление с Китаем, но, опять же, контракты с Китаем на стопе. Почему? Потому что в любом случае компьютерные игры, киберспорт – это развлекательное направление. Планируют какие-то развлекательные ивенты в России, либо с российскими компаниями, когда непонятно вообще, как будет ситуация развиваться, никто не хочет. Европейские компании просто все на стоп стали. Ну, могу сказать, что все наши партнеры стимулируют нас к уходу из России. По словам Шапкина, ему предлагают открыть компанию в Сербии, Канаде или Армении. Решение пока он не принял, но рассказал в программе «Разговор по делу», что планирует заниматься новым направлением – развитием компьютерных клубов в Кирове. Программа Экономика. Иностранные студенты в Кирове столкнулись с проблемами с деньгами. Это связано с западными санкциями и ограничениями на операции в валюте. Об этом рассказал заместитель председателя правления Банка Хлынов Алексей Мусихин. Мы наблюдаем приток иностранцев в наш банк. На территории Кировской области есть большое количество иностранных студентов. В последнее время есть определенные сложности у них с получением денежных средств из-за границы. Мы не так давно встречались с этими студентами. Поскольку наш банк не находится под санкциями, есть возможность открывать валютные счета и получать переводы из-за границы, чтобы оплачивать учебу или какие-то свои текущие расходы. Сейчас достаточно тоже большая популярность данной услуги. Проблемы с деньгами испытывают иностранные студенты и в других регионах. Так, в Перми, по сообщению местного отделения Красного Креста, без средств более двух с половиной тысяч молодых людей. Для них собирают продуктовые наборы и раздают через вузы. У кировского бизнеса перестанут блокировать счета за долги по налогам. О такой мере поддержки предпринимателей сообщает Кировская УФНС. Долги перестанут быть поводом для блокировки до 1 июня. Исключением станут случаи, когда будет установлено, что деньги, если их не заморозить, могут быть сокрыты. Соответствующие рекомендации от ФНС получили управление во всех регионах. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.